Еще раз всем доброго утра и доброго утра вам, дорогой наш гость. Я с удовольствием представляю Евгения Молочка, региональный координатор Крымского регионального отделения Всероссийского общественного движения волонтеры-медики. Доброго утра. Доброго утра. Ну, мы сегодня отмечаем дату, день борьбы с диабетом. И расскажите, пожалуйста, вот сегодня в Симферополе пройдет множество мероприятий, приуроченных к этой дате. Расскажите непосредственно о той, которую вы проводите сегодня. Сегодня в Симферополе пройдет всероссийская акция, приуроченная ко всемирному дню борьбы с сахарным диабетом на улице Пушкина, начиная с 12.30 до 14.00. Дата приурочена к борьбе с сахарным диабетом. Волонтеры-медики сегодня проинформируют население о важности борьбы с этим заболеванием, о профилактике данного заболевания. Волонтеры-медики сегодня проведут информирование населения о симптомах заболевания, о профилактике клинических и о лечении. Также проведут определение уровня глюкозы в крови с помощью применения глюкометра и тест-полосок для определения результата. То есть сегодня непосредственно можно прийти и сдать этот анализ, и сразу станет известен результат. Как у вас вообще состояние сахара? Да, сегодня можно прийти, провести диагностическое обследование, и затем, если необходимо, получить направление к врачу. Мы проводим данное мероприятие сегодня при поддержке Центра медицинской профилактики и Министерства здравоохранения Республики Крым. Данная акция пройдет во всех регионах России, начиная с 14 по 18 ноября. Жители всех регионов России получат такую возможность. Также, помимо этого, на протяжении недели до 18 ноября в Республике Крым будет проведен волонтерами-медиками квест, участниками которого станут старше 15 лет школьники и также различные возрастные категории. Раздадут информационные памятки с симптомами и мерами профилактики сахарного диабета. И также проведут образовательные лекции в ВУЗах, СУЗах и рабочих коллективах. Потрясающе много мероприятий у вас намечено. Да, насыщенная неделя сегодня. А вот вернемся к этому анализу. Если, допустим, сейчас телезрители нас посмотрят и захотят прийти, проверить состояние сахара у себя, что нужно натощак, не есть, не пить что-то какие-то, не есть на кону ничего-то, что для этого нужно? Подготовка существует какая-то? Совершенно верно. Для того, чтобы пройти диагностику данного заболевания, необходимо осуществить сдачу анализов крови и сдачу анализов мочи. Средование проводится натощак. Также для диагностики используется утренняя моча. Для уточнения определенных показателей врач может назначить сбор материалов за конкретный промежуток времени, за конкретные часы суток. Например, на период диагностики нужно отказаться от любых медикаментозных препаратов, но только после согласования с врачом. Если мы сдаем кровь, то желательно, чтобы между ужином и моментом забора крови прошло не менее 8 часов. И лучше, конечно же, если это будет 12 часов. Также рекомендуется не употреблять в это время в пищу, также газированные напитки, поддержаться от физических нагрузок, избежать стрессов. Можно пить только чистую воду без газа. При наличии инфекционных недуков следует передвинуть дату сдачи уровня крови на глюкозу. Нельзя также проводить сдачу крови на глюкозу после проведения рентгеновского исследования, УЗИ, процедур, физиотерапии и массажа. Достаточно серьезная подготовка к этим анализам существует. Конечно, да, потому что очень важно соблюдать все эти предписания, чтобы уровень содержания глюкозы в крови был правильным для того, чтобы это определить. Мы знаем, что норма глюкозы в крови натощак составляет 6 ммоль на литр. Вот, кстати, мы вышли на улицы города и спросили как раз вот к сегодняшнему нашему эфиру, насколько наши согорожане вообще знают, что такое сахарный диабет, можно ли его предотвратить, как с ним бороться. Предлагаем вместе посмотреть. Если у вас появились какие-то первые проявления, жажда, пьете очень много воды, самочувствие ухудшилось, сразу надо обращаться к эндокринологу первым делом. Влияет очень серьезно на все системы организма. Если, скажем, уровень сахара достаточно повышенный, ну, скажем, больше 6 и выше, то это уже, особенно если к 10, это уже чревато серьезными проблемами для здоровья. Я, например, уделяю больше внимания спорту и стараюсь как можно меньше сладкого, больше фруктов, овощей. И сахарной диабеты не будет. Ну, это повышенный уровень сахара в крови. Меньше сладостей есть, я думаю. Ну, если вы уже конкретно, да, уже вот у человека сахарной диабетом, для этого же существует много разных лекарств, диет и так далее. Диабет надо, во-первых, ходить к врачу, во-вторых, инсулин употреблять, если первая группа, если вторая, таблетки, и держать диету. Здоровый образ жизни, то есть это когда питанием ты именно стараешься не есть вот все, что углеводное очень, то есть мучное. Где-то я даже читала, что мяса надо меньше есть. Ну, это такой спорный вопрос потом. Ну, и лекарствами, естественно. Это довольно-таки серьезное заболевание. Но многие люди с ним не борются, а живут. Просто-напросто. Вовремя проходить обследование. Мы все подвержены диабету. Сахарный диабет – это заболевание поджелудочной железы, когда неправильно вырабатывается инсулин, который расщепляет, ну, глюкозу, скажем так. Ну, в первую очередь, это правильное питание для того, чтобы предотвратить это заболевание. Правильное питание меньше сладкого, жирного, жареного, соленого, копченого. Ну, преимущественно, конечно, крымчане знают, что такое сахарный диабет. Но почему столько внимания вот сейчас уделяется этому заболеванию? Неужели так актуально в нашей стране? Да, потому что, к сожалению, в России, как и во всем мире, наблюдается неуклонный рост данной заболеваемости. По данным Российского реестра больных с сахарным диабетом, численное заболевших выросло с 2000 года по 2017 год 2,5 раза и составило 4,5 миллиона человек. По данным Российского эпидемиологического исследования, наиболее высокая распространенность сахарного диабета второго типа отмечается в возрасте старше 45 лет и достигает максимума возрасте от 60 до 70 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, общий риск заболевания среди людей с сахарным диабетом в 2 раза повышается, если мы сравниваем, например, с людьми, которые не болеют с сахарным диабетом. Также у взрослых людей с диабетом риск развития инфаркта и инсульта повышается в 2-3 раза. И диабет является одной из основных причин слепоты, почечной недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутации нижней конечности. Серьезные последствия, конечно, влекут за собой это заболевание. В Крыму тоже, да, ситуация, так понимаю? В Крыму Крым также относится к регионам, где наблюдается максимальное число заболевших с сахарным диабетом. Скажите, симптомы? Вы знаете, такие маячки, на которые человек, если чувствует это в своем организме, обязательно должен обратиться к врачу? Мы должны знать о том, что происходит в организме, когда развивается сахарный диабет. Во-первых, ухудшается зрение, наблюдается постоянная жажда и сухость во рту, частое мочеиспускание, воспалительные процессы, наблюдаются плохо заживающие раны, также повышается утомляемость, наблюдается слабость, а уровень глюкозы в крови натощак составляет более 7 ммл на литр или равен, или составляет более 11 ммл на литр в любое время суток. Вообще, факторами риска развития сахарного диабета является избыточная масса тела, ожирение, рождение ребенка с массой более 4 кг, также ближайшие родственники, также если имеют сахарный диабет, также если у человека наблюдается низкий уровень физической активности, и развитие данного заболевания наблюдается все-таки у людей, которые старше 45 лет. Друзья, обращайте внимание на свое здоровье, будьте здоровы, а вам, Евгения, я выражаю большую благодарность за то, что вы нашли время и пришли к нам сегодня, ну а наш эфир продолжается, увидимся совсем скоро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...